слушайте так олег уйди не ведись на провокации или во первых мы общаемся и я доношу свою позицию и никаких какие там провокации если бы была бы провокация у нас бы совершенно по-иному бы вообще строился бы наш диалог просто люди даже понимать мою позицию что я не я негативно к нему не отношусь я всего лишь хочу у него порыв есть что-то хорошее делать значит я хочу чтобы этот порыв был почему мы сюда пригласили чтобы в прямом эфире и до него что-то где-то там дошло где-то каким момент мы же не все совершенно я там ошибки свеча он там совершил сажант он там алексей все мы совершаем ошибки просто мы должны делать правильные выводы и как-то вот знаете вот все выводить так чтобы не кто-то от наших действий не страдал на вот поэтому провокации ты вот скажи я тебя провоцирую на что-то нет поэтому это неуместно может быть кому-то и показалось но опять люди не знают что в машине лежит по самом деле а то вдруг там он решит ворваться раздать мне с двух ног я такой лимончик достаю нас красноярске смотрят чтоб ты знал даже как далеко ребята из красноярска вообще вам привет это пешком вокруг света мы вас слушаем человеку человек официально чем-нибудь работает это первый вопрос хорошо это все да все пасти большой звонок так готов ответы на оба вопроса официально нигде не зарегистрирован индивидуальным предпринимателем не являясь а дальше там чтобы непосредственно youtube и деятельность не пересекались как бы на ютубе есть белый мститель а дальше уже это людям не должно быть интересно страховые компании обращения есть естественно чтобы получать убытки но никак думает большинство людей то что мол если там было 20 дтп в одно крыло то значит было 20 обращений и соответственно по всем 20 случаям не выплачивают за полное восстановление данного крыла да там в основном идут отказы если кто-то сталкивался в общем я могу сказать на дтп не зарабатывает вот если вопрос про это это сто процентов проверено потому что ему и часто отказывают значит он обращался к нам как в юридическую компанию в том числе мои специалисты смотри делается на то что заработать он на этом не может более того я не знаю признали твой автомобиль total уже да уже признать так что там выплат будет никаких в общем забудьте про он на этом не зарабатывать точно это сто процентов то даже этот вопрос можно снять не знаю но к сожалению для него к счастью для всех так что там есть сколько тебе лет 24 24 года видишь он еще у нее есть куда расти вот нам звонок я надеюсь ответили на вопрос об почему-то сбросил я не сбрасывал сбросился сам видимо не дозвонился здравствуйте привет привет я звонил звонил сегодня вот у меня бомбанула немножко вот от того человека то есть который вот например говорит то есть то что от того что белый миститель невиновник дтп ну да но от его там действий может что-то пострадать это не от его действий во первых человек пострадает сколько было ситуации например вот даже на трассе но мы вас поняли спасибо большое за ваше мнение и в общем мы просто дадим возможность другим людям задать вопрос хорошо не против спасибо большое у вас выслушали просто еще звонки я честно говоря я просто обалдеваю время как быстро полетела время уже 22 часа ведем трансляцию мы еще не перешли даже этому минут 30-40 пообщаемся с белым снителем и все ну вот у нас значит 390 сейчас смотрящих кто смотрят на 81 лайк кто вот 76 дизлайков кто эти люди кто посадил виновники скорее всего подтянулись был бы случай в мае но сотрудники во время сориентировались и включили мигалки а так было было бы дтп с поясниками алло до нас уже последний момент включили мигалки пришлось пропустить подожди слушаем вас Добрый вечер. Это очень сложное кольцо, очень сложное, и много людей не знают расположения местов, подъездов, и до этого происходят все диалоги. Ну да, я согласен. Вот мы уже, знаете как, поговорили на эту тему и вывели к тому, что было бы хорошо, если при въезде на перекресток сорвался звоночек. Но мы договорим, тем не менее, мы услышали ваш вопрос, сложность перекрестка. Было бы классно, если бы информационные стенды были бы. Я думаю, это отчасти бы, прям вот серьезно бы решило эту проблему. Люди, которые не обращают внимания где-то, ну где-то проглядели еще что-то, или забыли, что у нас право, что это круговое движение, нужно с правого положения все съезжать. Значит, напоминание обалденное. Ты вот про ДПС так и не ответил. Вопрос, я так понял, здесь просто, я так понял, задонатил, я просто увидел здесь, 40 рублей, будет ли БМ таранить ДПС? Ты сказал, с ППС была ситуация. Ты был прав или виноват? Они успели включить маяки и мигалки. Ну, то есть я не стал брать на таран. Да, с Ильмоменку. Ты просто толкались. Ты сориентировал, то есть ты успела тормозиться. А вот прикинь бы, вот не попал, вот так бы, попался бы им на удочку, а? Там мы стояли в пробке, толкались, то есть они в наглое полезли просто с поворотником. Смотри, какие, а можно они хотели подставу организовать, думал, сейчас не заметишь. А давно это было? В мае. В принципе, плюс-минус аналогичная ситуация, что я с белой пятеркой присылал. То же самое. Вот за тот пробка. Эви Кейт за тебя, в общем, он тебя поддерживает. Включил указатель поворота и пытался влезть. Не, на самом деле, у тебя понятно, есть как сторонники, так и не сторонники, назовем так, кто негатив несет. Но это нормальное явление, но тебе нужно прислушаться к обществу, к тем людям, которые нас окружают, к жителям города Воронежа. Потому что твои действия влияют на комфорт их, потому что мы едем все в одном потоке. Но тем не менее, очень много отзывов о том, что сейчас на кольце стало ехать намного проще. Я тебе так скажу, когда происходит ДТП, становится одинаково плохо ехать, ездить всем. Нет, люди слышат, люди понимают, люди смотрят. Особенно те люди пишут, у которых есть белая классика. А ты как думаешь, гораздо эффективнее будет, есть там щиты все-таки будут, а не ты? Как ты думаешь? Щиты, баннеры, возможно, вот в ПДД есть интересная картиночка про 8.5. Вот ее как-то распечатать и небольшую выноску сделать. Я думаю, это будет принесет свой результат. Слушай, а вот если Владимир Владимирович Путин будет нарушать, точно так же, ты его возьмешь, совершишь ДТП с ним? А какая разница, какая машина? То есть ты совершишь ДТП? И все проще. Ты знаешь, что он закончится? Тебя даже на этой планете не будет существовать. Все подумают, тебя и не было. Всех в этом убедят. Слушай, ну для этого прикол приколом, но честно вот скажи, я, конечно, пошутил, это всего лишь Владимир Владимирович. Так вот, совершил бы ДТП, если бы он нарушал бы на этом круговом движении? Я еду с соблюдением правил дорожного движения. Я понял. Вот представим, ты так же едешь и происходит ДТП. Твои действия. С Владимиром Владимировичем. По сути, непосредственно разница, какой машина. Ко мне приезжали, жаловались и то, что там я якобы каких-то... Ну в общем, ты, если будет, ты не сделаешь нисхождение. Понимаю? Правильно я понимаю? Ты не сделаешь нисхождение. Ну, человек едет, он должен сам за собой смотреть. Все, я понял. Вот за ним смотреться. Я тебе скажу, да красавчик. И Лексусы были, и всякие права были. Сейчас, ладно, сейчас еще звоночек. Здравствуйте, Вадим, такой вопрос. Белом Мстителе. Вот он... Такой вопрос. Вот он делает такие движения на кольце. Вот он в принципе ездит в правом ряду, чтобы кого-то научить. Нет. Вот это ситуация. Ну подожди. Вот это твой вопрос, правильно я понял? Да, это вопрос. Еще один. Да. В принципе, в правом ряду он ездит. Ну ты сейчас задашь вопросы, мы положим трубку и он будет отвечать тогда. Это первый вопрос. Второй вопрос. Второй вопрос. Он не боится, если он, допустим, ударит дорогостоящий автомобиль, ну там, допустим, скажем так, специально будут ехать, перед ним в тормоз нажмут, но не хватит как бы страховой премии, чтобы человек выплатили за его. Все, мы вашу, вас, ваш вопрос услышали. Спасибо. Слушай, вот хорошие вопросы. Не боишься? С соблюдением правил дорожного движения по праву я уже объяснял, почему у меня проще есть, потому что при перестроении там зеркала классики. Ну, справа, нет, согласен, я сам езжу в правой экране полосы, потому что удобно съехать, потом мы без всяких проблем. А вот если действительно такой ситуации сделают намеренно, что ты можешь делать? Уже, кстати, пытались несколько раз. Привет, Мазде, недалеко от остановка школа, ближе к Кокасовскому, который специально в КВА дал. Есть такая штукинца, есть видеорегистратор. Это все спокойно выслуживается, на самом деле. Представь ситуацию, что у тебя регистратор в этот момент не писал. Такое бывает. У меня их два уже висит. Понял, все. Так что имейте в виду, это не прокатит. Давайте сейчас еще, кто у нас тут, еще звоночки последние. Алло? Да, Вадим. Вадим, добрый день, меня слышно. Добрый, добрый, здравствуйте, слышно? Да, можно на громкую связь сразу поставить? Я уже на громкой. Вадим, ну я на самом деле к Белому мстителю у меня как таковых вопросов нет. Я просто хочу сказать всем, кто в комментариях пишет, что безнаказанность порождает беззаконие. И что такая ситуация, которая сложилась на наших дорогах, это не то, что там вина Белого мстителя и тех, кто там правил не знает. Это, во-первых, вина прежде всего тех, кто за организацией дорожного движения следит. Во-первых, я могу сказать, что я не так давно учился в автошколе. И то, как там улучшат людей, ну, я скажу честно, что это просто никуда не годит. Согласен. И тот факт, что люди совершенно не знают правил, ну, это, собственно, то, что и должно получаться. И я считаю, что нужно просто существенно поднимать штрафы, нужно лишать людей прав, чтобы главное это все соблюдалось. И, конечно, нужно уделить внимание разметки, то есть дорожной сети, иначе это просто беспредел, который происходит на дорогах, он будет продолжаться. Уйдет Белый мститель, появится еще 10. То есть это просто Белый мститель, это явление, в котором, собственно, виновата общество прежде всего, и общество, которое сквозь пальцы смотрит на тот беспредел, который происходит. Ну, да, понял. Хорошо, спасибо большое, мы вас услышали, спасибо. До свидания. Ну, он выразил здесь даже больше не вопрос, а свое мнение выразил. Ну, то есть, сами нарушители поождают. Ну, он в этом тоже прав, на самом деле. Да здесь нету неправых. Просто есть ситуации, при которых можно вести себя по-разному. Можно по-человечески, можно с точки зрения закона. Но иногда это друг другу противоречит. Иногда нужно поступать по-человечески. Я понимаю, там, за законы и все остальное. Но, вот я имею в виду, вот, пьянство за рулем оправдать нельзя. Как можно оправдать пьянство за рулем? Это потенциально убийца. Но здесь же это не такое, там, вот просто вот такое глобальное правонарушение. Иногда нужно учитывать, и ты же видишь, едешь за рулем, кто сидит за рулем, дедушка там, может быть, какой-то, который хреново там видит и по старинке. Ну, очень зачастую на этих съездах, тем более, если поток неплотный, там, ты просто смотришь за своей полосой, а то, что там происходит с левой, в основном, большинство столкновений, они тупо выскакивают. Вопрос какой-то. Это уже состав, наверное, под мошенничество или под умышленное уничтожение чужого имущества. Но если ты будешь крайне правой полосе ехать, не меняясь скоростью движения, он тут вот, как бы, попадет. Нет, это когда просто случайно ДТП, когда, да, сговорились, последили за человеком, это уже совсем другое дело. Сейчас мы, кто-то здесь позвонил. Да-да-да, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Как позовут? А вас как зовут? Нас всегда по-разному. Я хотел спросить про вашего друга. Нашего друга? Так, давайте. Не подскажите, а у него белые жигули? и не только белые жигули так вы вопрос давайте зададите и он на него будет потом отвечать вас один вопрос и что же он хотел сделать вот это вот он в смысле он совершил дтп со столбом что он сделал я не пойму что он сделал мы не поняли а он он в столб сам по себе въехал было такое было такое не будем у него спрашивала такое он дал он что там дрифтил что ли или что он дрифтил почему как он вписался как обстоятельства все мы услышали вас на ваш вопрос сейчас положим трубочку и он ответит хорошо пожалуйста спасибо вот вопрос ты там что там дрифтил глаза рядом с нами нет это было в первый ход вождения как раз таки недостаточно сбросил скорость начал и в столб вы завязываешь а человек то взглянул до тебя дело в том что залпы должно быть дорожное покрытие асфальт но там к сожалению было грязь и соответственно зацепа не было и сбросить скорость еще больше 8 столбом оформляли дтп нет это же причинен ущерб а ущерба столбу какой ничего не было не разы как это не было но тоже дтп сейчас это же дтп слушайте сейчас подписчик тебя сейчас вывел конкретно ну ладно это опустим это на твои дела но это дтп и должны были о форме дтп повреждены по-любому есть и у тебя его столба кто кто еще раз все понятно ты сам что считаешь просто она просто со мной личного незнаком этот парень я десна то что общаясь так со всеми всегда и это не провокация это вот у меня так вот я задаю вопросы какие у меня есть в голове и выражая свою мне я бы почему в трубку я смотрю антона сварен его телефон и говорю как будто вот ему на это я в общем как вы зовут виктор виктор я еще раз повторю я просто так задаю вопросы у меня не в голове формируется я их сразу формулирую выдаю и поэтому какая провокация мы даже не готовились нет никакого дни сценария вообще ничего владимир приветствую сейчас переключу на громкую связь хорошо все давай значит я просто дум подумал как бы ну зло употреблю немножко своим положением и позвоню тебе потому что мы уже всех выслушали но тут и звонки всем поступают но вот под конец эфира сделали последним звонком значит тебя у тебя есть какие то вопросы так мы тебя внимательно слушаем да 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 я извиняюсь за голос чуть-чуть вот смотри ты так же как алёша всеми известный всеми горячо любимый товарищ вот в свое время как вот он начал того что стал залазить получается в эти гибри гибрии законодательства российского вот он полез начал отталкиваться от кадастр и прочего то есть стал уже без гонять какие-то долги а у тебя я так понимаю сейчас у белого мистителя позиция точно такая же я смотрю все трансляцию посмотрел и мне интересует вопрос ты дальше также поедешь по всей россии колесите как вот алёша непосредственно будешь просвещать наш город и помимо того что у тебя вопрос если резюмировать будет ли он дальше гастролизм гастролировать по другим городам правильно территория то есть он изменит ли он свое вот сейчас стратегию на так скажем с учетом пожеланий всегда все спасибо большое тебе большое вов за звонок и точнее мой тебе звонок спасибо тебе будешь ли ты если плана гастролировать ну если нужно будет переехать конкретно дорогой город то возможно нет я имею ввиду как бы за донатьте мне на поездку там я хочу на кольцах там покурали все расходы поехал бы нет таких планов то есть таких план планов нет второй вопрос единственное что может быть до курска доберусь в этом если но там понятном как бы сам был вверх говорится там надо познакомиться заехать сидела ну вот возможно видос какой-то и самое главное второе сделаешь ли ты какие-то выводы после этого стрима после всех звонков после значит моих каких-то замечаний может быть они покажете неуместными но тем не менее это мои замечания и надеюсь ты прислушиваешься так вот мне хотелось бы понять сделаешь ли какие-то выводы изменишь ли ты свою стратегию так скажем в целом я как ездил попаду так будет ли учтены некоторые моменты которых мы здесь проговаривали все лояльность скажем так другим участникам все индивидуально все недоказуемо я даю ты опять начинаешь что почему ты сейчас действующий как шамардин я вот даже называю некоторые вот есть болезнь шамардин головного мозга вот у тебя ее нет я надеюсь она никогда к тебе не придет но вот эта грань может перейти у тебя вот я и спрашиваю нужно очень хотелось бы чтобы прислушался к жителям к моему мнению к ребят вот все кто участники дорожного движения что должно быть снисхождение в каких-то пусть там на ситуациях но оно должно быть все учитывать обстоятельства учитывать водители водители которые двигаться там за рулем вторые участники борзых надо наказывать даже эти руку пожму уродов в моральных борзых их нужно там и не знаю там в бочину к со всей там как говорится по все строгости это нужно делать но с точки зрения пдт именно вот по пдд вот там даже в простые руки будут люди жать а вот простых смертных которые вот там дедушка девушка или еще кто-то еще раз по глупости по тупости забылся еще что вот это вот момент и напишешь ли ты обращение в администрацию города по поводу круговых движений например вот начать хотя бы с от служебского кольца чтобы информационные стенды поставили там напишешь такое обращение так я один ничего не решались нет каждый нужно когда говорят один поле не воин я это нет это абсолютно неправда один в поле воин поверь мне я тебе могу сказать точно надо просто с чего-то начинать ты готов написать обращение в администрацию нами имя мэра значит о том чтобы на служебском кольце поставили информационные стенды ну тебя который мы с тобой говорили ты готов написать такое обращение ты конкретно не кто-то возможно если будет время опять же его надо ты же время находишь да ты в дтп показ в дтп да грамотно от себя написал как ты это видишь как ты думаешь потом не нужно умного ничего писать как это видишь дтп ты полтора часа стоишь напиши ты там это обращение и покажешь всем что ты его написал и какой ответ и получал вот как раз мы тогда соберемся вот за что мы предлагаем написать это обращение подготовить мы это придадим общественной огласки значит ответ который тебе поступит мы о нем мы поговорим как у нас администрация относится к предложениям граждан тем более ты себя считаешь общественником ты уже такой есть и общественная такая публичная личность поэтому есть что это было бы правильно считаешь ли ты вот мое предложение верным и реализуешь ли ты его чтобы мы потом тогда встретились второй раз уже на это поговорили нужно ну что проблема дату у тебя какие ресурсы нужно взять телефон заметки открыть пока в дтп сидишь настрачить несколько строчек про конкретные обстоятельства где что чего нужно сделать и все даже плюс-минус понимаю какой ответ приду как раз как в ответ важно что ты это сделаешь при примешь какие-то действия а уже какой ответ придет мы здесь встретимся и обсудим нужно ли нам обращаться по этому поводу совместно потребуется ли все-таки вмешательство других общественников вообще в целом водители вообще вот мы имеем ввиду воронежцев значит сми вмешательства понимаешь нужно что-то делать есть ты ничего делать не будешь будет все то же самое повторяться каждый день те самому это надоест а результат никаких не придет кроме как гнева к тебе от других водителей в том числе которых еще не попали в дтп я хочу чтобы ты понимал что необходимо что-то делать а ты позиции занял что зачем делать темно ответ придет бумажка отписка да это и на самом деле даже если она придет мы об этом можем поговорить что там что-то хорошее пишут так скажи мне ответ на этот вопрос ты напишешь или все-таки ты еще будешь думать на эту тему ну его надо составить опять же обращение вот смотри я тебе так скажу нужно быть человеком дела вот и занялся конкретным делом от тебя зависит произойдет дтп или не произойдет ты мог бы облегчить от меня не зависит от тебя в том числе есть два участника если там был бы один понятно от двоих зависит дтп произошло два участника поэтому я вообще не понимаю как вот можно сейчас сидеть себя оправдывать о том что ты вот напишу не напишу вот что-то над подумать то ты возьми просто сделай все здесь ничего не надо возьми ты посидишь там мы не знаю там в туалет пошел извините за такие подробности возьми телефон напишет обращение через интернет приемную через телефон и отправишь что его там много ни ума ни фантазии не надо ты написал как есть более ты в этой каши варишься под это знаешь все написал информацию стенды ради бога уберегите других водителя дтп все а мы уже потом встретимся и поговорим о том что какую отписку и синтеза вдруг это все будет и сразу всего а если дадут отписку мы скажем ну извините пожалуйста вы вообще на благо работаете вы вообще что там сидеть это в ради кого там ради себя поэтому это обязательно сделать мы подходим к завершению мы подведем сейчас одну секундочку 403 лайка сейчас 325 человек смотрят на данный момент вот я не понимаю 95 дизлайков это я вот я не знаю какие вот не знаю называть в прямом эфире конченые да но не будем называть в общем странные люди правильно это видимо 35 нарушителей мой земель передает рекомендации или просто желает или просит просто не приезжая на ушам ордена хватает ну если вдруг ты надумаешь как гастролировать как он вопрос какой-то задал сейчас я просто не это прослушал смотри вне дорог уже давно кстати видел вне дорог у меня пропал куда он тут делся да вот она а вот да значит вне дорог пишет сколько кругов мститель делает прежде чем удалось подставить машину под дтп но в общем прежде чем дтп появилось сколько кругов обычно делаешь да и не сколько в основном это уже в разочек их то есть они сами прилипают это может никто не донатил люди сами получаются съезжают вот тебе пишет олег ты хайпанешь соглашайся ты реально хайпанешь и полу мы в главное там пусть ты будешь с точки зрения хайповать но при этом ты принесешь еще и результат положительный поэтому еще тоже людям информацию давать суши 200 рублей еще в ростов не приезжай да вот обязательно если знать надо было написать сказать что в 200 рублей занятия задонатил вот и не сказал виталий викторича 200 рублей задонатил и вопрос его прозвучал точнее вопросом на как бы такой вот в ростов не приезжай хватает ну что я тебя я жму руку я надеюсь что ты все-таки примешь все к сведению и не перерази не перерастет все это у тебя в совершенно иное русло но сам понимаешь некоторые люди плохо кончали давайте а самое главное ребята подпишитесь на наш канал кто не подписан обязательно ставьте комментарий распространять это видео она останется у нас на канале залейте везде где только можете в общем ну и спасибо вам еще раз жмем руку вот прям бамс пожал всем пока